так ребятки хочу показать вам процесс как я выставляю зазоры в клапанах это очень важный момент вот сначала кое-что расскажу просто буквально на днях там с машинка со мной бились диагностировали в общем она вы долго заводится во-первых плохо заводится во-вторых когда заводится сначала схватывает один цилиндр потом остальные подхватывают вот и машина ехать начинает только после полного прогрева это надо ждать подождать минут 20 то есть что полностью мотор не просто вода нагрелся именно мотор полностью прогрелся только тогда она начинает ехать нормально вот проблема как мы выяснили проблема в клапанах то есть как бы исключив уже все проблемы значит выяснили что зазоров нету в клапанах вот из-за этого у тебя получается что клапан как бы приоткрыть чуть-чуть приоткрытый соответственно компрессия низкая да вот когда мотор прогревается к зазору появляются вот и машина начинает ехать вот а поговорив с хозяином выяснил что они один раз залезли в мотор что-то там поделали у них не пошло они вскрывали второй раз головку вскрыли еще что-то поделать у них опять не пошло в итоге приехали к нам мы уже нашли в чем причины и я человеку говорю что надо опять мотор скрывать надо делать нормально он говорит о нет не на него пофиг я короче пойду лучше какую-нибудь головку найду то есть человек уже вот третий раз пойдет опять что-нибудь сейчас поделать ничего не получится вот таких историй очень много и для меня каждый раз на самом деле загадка почему нельзя сделать сразу нормально то есть вы все равно снимаете голову ну блять сняли голову там что-то 90 процентов работы сделал почему не сделать еще немножко работы сделать хорошо нет вот нет и все то есть такого варианта у человека в принципе нет так давайте уже перейдем ближе к делу значит к настройке конкретно зазоров во первых головка уже полностью восстановлена у нее проточенная плоскость у нее проточены седла соответственно мы пререзаем все тут у клапан как бы вверх поднимается понимаете до зазор уменьшается соответственно у нас нас как раз нужно возникает необходимость именно подтачивать вот это все дело вот что нам принципе в работе как раз помогает потому что все эти толкатели они вот бушный толкатель он так фокусом изношен как бы сверху да видно там вот выемка посередине уже плоскости нету он изношен изнутри то есть там вот клапан пробивает как бы такую дырочку внутри вот соответственно все это нужно восстанавливать и одновременно делать зазоры подбирать соответственно делаем плоскость сначала сверху восстанавливаем всю эту поверхность рабочую вот потом я на станке уже зажат зажимается толкатель фрезы фрезы исключительно твердосплавные то есть это не сталь это кардит титаном по-моему называется этот материал очень прочен только он берет с помощью его можно точить этот материал потому что металл здесь очень-очень прочный вот значит примерно стачиваю там внутри первый раз на глаз да вот он источено просто чтобы вывести плоскость так и соответственно станке 100 выставляю 0 то есть в этом месте ставлю здесь 0 она крутится опускается да там ставлю 0 вот после этого мы собираем то ставлю клапана на место ставлю распредвал распредвал соответственно зажимаю да ребятки чуть-чуть дополню самый важный момент клапана выпускные меняем по умолчанию то есть впуск мы восстанавливаем тоже здесь уже фаска восстановлена клапана притерты а выпуск обязательно новый потому что клапана второй ресурс не выхаживают они тупо ломаются когда клапан ломается то в головке вот такая вот история происходит в данном случае головка на выброс а это деньги вот после этого берем набор щупов вот они идут 805 там 01 там до 0 до 05 от 002 до 05 вот щупами меряем уже зазор между значит распредвалом и толкателем и вот допустим сейчас занимаюсь 1 2 цилиндр да на впуске я намерил вот 7 соток и 13 соток соответственно то есть мне зазор там должен быть 018-024 по моему или 026 такое на делаем 0 2 я обычно делаю 02 впуск 03 выпуск именно на вот этих литровых моторах 51 smart 451 вот соответственно мне нужно сделать два новых толкателя на котором я уже от этого нуля который здесь выставлен мне нужно добавить 13 соток на первый цилиндр и 7 соток на второй цилиндр все я в один проход это все делаю далее потом на вот этой контрольки проверяю тут у нас микрометр он стоит в нуле поднимаешь шток ставишь толкатель допускаешь ток он показывает уже толщину контроль как бы совпадает с рассчитанной все собираем еще раз меряем зазор если у нас он правильно то переходим к следующему цилиндру и вот так вот с каждым клапаном мы поступаем так ну и добавлю что вот на головку на 51 мотор у меня уходит где-то примерно два часа а то и три иногда именно на настройку зазора вот а вся работа с головой занимает блин ну наверное целый день то есть это даже помимо того что мы отдаем проточку да то есть нас головка несколько дней лежит в проточке там восстанавливается меняем направляющие клапанов протачиваем плоскость потом мы уже здесь зарезаем седла восстанавливаем фаску рабочую на клапане все это дело притираем и потом только самый последний момент делаются уже зазоры представляете как много работы вот но опыт показывает что обычно механики этой работы не заморачиваются хозяева видите предпочитают купить новую головку на разборке и поставить как есть поэтому моторы после нашей капиталки ребятки ездят намного лучше чем вот чем чем мотор собранный кем-то другим приезжайте к нам на капитал все ставьте лайк и всем пока